Вообще я... Уж кто-кто, а юные художники вниманием прессы точно не избалованы. В университете Мария изучает принципы водоснабжения, а в свободное время живописи рисунок. Я этим на самом деле живу. Ну я так считаю, что я этим живу, потому что у меня дома бардак, как полугается каждому художнику. Вот, поэтому я вас туда не пустила. Я рисую с детства и прям израбатываю этим, и сама мне это нравится. Заказанные портреты художницы поступают регулярно, а работы, что называется «Для души», появятся на благотворительной выставке современного творчества «Симбиоз», которая откроется 17 июля. Это проект начинающих художников Тюмени. Первым делом, когда сюда приходит творческий человек, чтобы участвовать в этой выставке, ему нужно выбрать помещение для себя. Я выбрала вот это помещение, и дальше это помещение находится только в моих руках. То есть я должна его привести в порядок, почистить, помыть полы, например. Пыльной работы здесь никто не боится. Ради выставки ребята решились преобразить памятник архитектуры 19 века по улице Советской. Волонтеры нам всегда нужны, всегда нужна помощь, так как шестером справляться довольно трудно с зданием в 300 квадратных метров. Главная цель проведения всего мероприятия – это дать возможность для реализации своих творческих идей и потенциала молодым и малоизвестным художникам в Тюмени. После картины выставят на благотворительном аукционе, а в здании планируется открыть дом детского творчества. Кем вы работаете? Только никому. Новичками в искусстве уж точно не назвать коллектив театра-студии «Будильник». В этом году ребята представили спектакль «Расщепление» по рассказу Артёма Татаринова. Чтобы раскрыть противостояние, мужчины и женщины актёры попросили тюменцев поделиться своими личными историями. Находились проблемы и, самое главное, причины семейных конфликтов. И решили их как-то облечь в сценический образ вместе с актёрами. Естественно, мы не брали буквально ту ситуацию. Мы находили какое-то решение, либо пластическое, либо это клонадо, либо это чистая драма. Воплотить идею в жизнь ребятам помог грант правительства Тюменской области. Такая поддержка любительских театров существует с прошлого года. Есть у нас конкурентная среда в этом смысле. И когда подаются заявки, проводится конкурсная комиссия, отбор. И соответствующим образом принимаются решения о том, кому этот грант будет присуждён. Премьера спектакля прошла в актовом зале «Дгамы Уб». А уже в новом театральном сезоне постановку смогут посмотреть все желающие на одной из тюменских сцен. Анастасия Макеева, Артём Суханов, Александр Изосимов. Тюменское время.